Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на канале Геомир. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. А сегодня мы отправимся с вами в горную систему Каракорум, к северу-западу от Гималаев и посмотрим вот такую загадочную гору. Это гора Чагари, так называемая Черная гора, либо Гикая гора, либо Гора-убийца, больше известно. Это вторая по высоте горная вершина Земли, самый северный восьмитысячник мира. Данная гора находится на границе между Пакистаном и Китаем. Чагари известна как наиболее чрезвычайно сложная гора для восхождения. И по данным на июнь восемнадцатого года уровень смертности составляет 23% на 367 попыток восхождения. Представляете, какой уровень смертности? Поэтому и эту гору называют Горой Смерти. Горой-убийцей. Вот страны Китая данную гору преодолеть крайне сложно. Ну а в зимний период просто невозможно. Поэтому все вот эти вот восхождения в основном происходили в июле, либо в августе, в самые теплые месяцы года. До середины 2008 года на горе побывало порядка двухсот восьмидесяти четырех человек. И шестьдесят шесть человек погибли при попытке восхождения. Представляете, шестьдесят шесть человек погибло. Ну а в настоящее время здесь уже, конечно же, поднялись на эту вершину более трех с половиной тысяч человек. Но по опасности гора занимает второе место среди всех восьмитысячников после Анапурны. Ну а коэффициент смертности, как я уже сказал, составляет 23% на 367 попыток восхождения. Вот такая вот чудовищная, великолепная и неприступная гора Чигари. Итак, друзья мои, данная гора была обнаружена европейской экспедицией аж в 1856 году и была обозначена как гора К-2. Ну и вот уже в 1902 году были попытки покорить эту гору, но, к сожалению, они были безуспешны. И последующие даже три экстидиции американские также были безуспешны. Ну и впервые ее покорили в 1954 году итальянские альпинисты. Ну вот для того, чтобы туда добраться, итальянцы использовали юго-восточное ребро, так называемое ребро Абруции, которое сейчас является наиболее популярным маршрутом подъема на данную гору. Был период, когда американская экспедиция в 1987 году сообщила, что сделала со спутника измерение и установила, что высота данной горы составляет даже 8908 метров, представляете? Но потом такие замеры опровергли китайцы и определили, что нет, ничего подобного не может быть, она выше Эвереста. И установили, что данная гора имеет высоту 8611 метров. То есть чуть-чуть поменьше Эвереста, так как Эвереста имеет высоту 8848 метров. Вот такая, друзья мои, высота данной горы, представляете? Да, вот посмотрите, насколько ее склоны очень крутые. Здесь, конечно же, формируются определенные такие вот снежные шапки, снежные отложения достаточно серьезные. И при восхождении многие экспедиции погибали, не срываясь даже с скалы, потому что подняться здесь просто фактически невозможно, особенно в зимний период было. А именно сходили такие небольшие мини-лавины. Был камнепад, и людей просто-напросто стаскивал с этой горы вниз, и они погибали. Вот и становится удивительно, друзья мои, что же такое, почему эта гора так манит альпинистов, которые знают, насколько опасно это все дело, сколько людей погибло. Вот, ну, наверное, здесь несколько версий стоит рассмотреть, почему такая мания именно вот на эту гору. То есть вот эта опасность не останавливает, а наоборот, наверное, завлекает как-то, и люди тянутся в восхождение, с каждым годом погибает, погибает все больше людей. Но продолжается это восхождение ежегодное, хотя уже покорено там порядка нескольких маршрутов проложено, ну, где-то 10 маршрутов проложено, и покорена уже эта гора несколько раз. Причем вот самое большое восхождение на данную гору было в 2018 году, ну, тоже летом, 22 по 23 июля, и на гору поднялось порядка 63 альпинистов, из которых один погиб, кстати говоря, став уже в 85-й жертвой на 2018 год, представляете? Ну вот, так что вот так как-то, но все равно люди идут. Даже вот такое большое восхождение было, но люди гибли. Конечно, может, многие сейчас напишут мне в комментариях о том, что, ну, и Эверест тоже самое покоряют, и там тоже гибнут люди, и ежегодно гибнут достаточно большое количество людей. Да, есть такой момент, я не спорю, но, наверное, по количеству погибших людей, вот, по восхождению, то есть тут восхождение-то не такие уж и серьезные, не такое большое количество их было, но эта гора на самом деле как бы запятнала и себя, и имеет не зря такое название, как гора-убийца. Конечно же, люди поднимаются на эту высоту из-за просто невероятных видов, делают фотографии всевозможные различные, как можно, конечно же, пропустить мимо себя в жизни такие прекрасные виды, посмотрите только. Это просто невероятно. С другой стороны, ну, нельзя же вот так беспечно тоже относиться к своей жизни, и где же инстинкт самосохранения просто-напросто находится у таких людей. Те, кто восходил на эту гору, говорят, что на самом деле гора притягивает своей какой-то невероятной аурой, и сюда хочется вернуться снова и снова, несмотря на то, что восхождение там было крайне опасно, и были риски просто-напросто погибнуть на этой горе, но альпинисты, опять же, оставляли за собой какое-то желание и тягу по поводу того, чтобы вернуться и вновь покорить данную гору. Многие говорили о видениях, многие говорили о каких-то появлении, каких-то, ну, скорее всего, галлюцинаций из-за малого количества кислорода, кислородного голодания, так называемого, прекрасно все понимаете, на такой высоте, хотя люди поднимаются сюда с кислородными баллонами непосредственно. Были видения, люди слышали какие-то здесь и голоса, видели какие-то объекты странные, говорят, что на самом деле эти голоса их звали, и теперь даже вот с тех пор, как они вернулись после покорения этой горы, все это приходит, это видение и во сне, и голоса, некоторые слышат даже наяву. Да, возможно, это связано с определенным, конечно же, изменением психики, определенными последствиями кислородного голодания, причем восхождение достаточно длительное, возможно, определенные какие-то изменения. Но кто знает, кто их звал, кто их зовет во время восхождения, есть еще один момент, что не всех погибших нашли на этой горе. Достаточно большое количество людей, которые погибли, так и находятся где-то под завалами, под сходом вот этих вот лавин у подножья данной горы. Ну, даже если отбросить, друзья мои, в сторону все какие-то мистические доводы здесь, вмешательство потусторонних сил, конечно же, после восхождения остаются просто невероятные впечатления от увиденного, и, безусловно, подобные виды хочется увидеть снова и снова, вернуться в эти места, мне кажется, будет рад любой человек, потому что равнодушным никто не останется после увиденного, что здесь находится. Ну, я надеюсь, что благодаря современному альпинистскому снаряжению, всем условиям, технологиям, которые есть для покорения подобных гор, все-таки данная гора будет покоряться наиболее часто людям, которые будут восходить на нее, и вот это вот зловещее и такое нехорошее название, как гора-убийца, все-таки уйдет в прошлое, и люди не будут гибнуть на восхождении, на покорении такой горы, ну и других гор. Ну, я на этом буду заканчивать, друзья мои, свой такой необычный сегодняшний ролик, надеюсь, он для вас был хотя бы немножечко интересен и полезен. Пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал, впереди будет много чего интересного.